Приветствую вас. Я думаю, что для начала надо бы определиться вообще с тем, чего вы хотите. Знаете, потому что вот ваша история о том, что тянет, да, она неубедительно звучит. То есть, что значит тянет. Тянет в каком смысле тянет? Тяга, как выражается, в чем выражается, что вы хотите от него, от мужчины. У меня отложилось такое впечатление, что вы испытываете чувства недостаточно сильные для того, чтобы что-то менять. Вот такое у меня возникло ощущение. То есть, да, вроде бы вы испытываете чувства друг к другу, вроде бы есть у вас какие-то чувства. Ну вот. Но что-то делать, вы, ну, не готовы просто. Ну вот. И на самом деле это просто говорит о том, что ваши чувства, они не такие, чтобы... ...прямо серьезные очень. Вот. Опять же, это исключительно только мое мнение, да, я ориентируюсь только на основе, на то, что вы пишете. Вот. Не больше, не меньше, да. То есть, как бы, в реале, в реальности история может быть совсем другой, объективно, да. Вот. Что делать, чтобы что? Юля, вам нужно ответить на этот вопрос. Что делать, чтобы что? То есть, вы хотите быть парнем или вы хотите, там, допустим, ну, например, удовлетворение своих потребностей каких-то. Вот. Вы хотите быть счастливой или у вас какая-то, ну, еще своя цель есть, другая, может быть. Знаете? Вот. Потому что пока не будет понятно, чего вы хотите, да, пока не будет ясно, что вам нужно. Я бы сказал же, что вся эта ситуация так и будет происходить. Вот. Поэтому ответить вам можно именно так, да. Вот. Определите природу своей тяги. То есть, что она представляет из себя эта тяга конкретно. Потому что тяга это что? Это желание, да? Тяга это желание, это потребность. Вот. Ну и, соответственно, нужно определить, что это за потребность и как вы можете ее реализовать, как вы можете ее удовлетворить. Вот. Если мужчина не готов ничего делать, чтобы быть с вами, да, то спросите себя, готовы ли вы что-то делать, чтобы быть с ним. Если вы не готовы что-то делать, чтобы быть с ним, то в таком случае вам человек не подходит. Ну вот. А ваша потребность, она нуждается в удовлетворении, как я и говорил. Вот. Ключевой момент, мне кажется, здесь в том, что у вас все происходит случайно, да. То есть, вот у вас секс, например, да, он у вас произошел случайно. Но это случайно, это не бывает. Даже непонятно, почему после секса вы решили остаться с друзьями. То есть, если у вас случился секс, а вы остались с друзьями, то хорошо, допустим так. Но как это тогда соотносится с тем, что у вас не мучилось. Знаете? То есть, тут вот исходя из того, что вы написали, да, к сожалению, многие вещи не понятны. Я думаю, что вот из глобальных важных проблем можно выделить уверенность в себе, вот. Точнее, неуверенность в себе, в себе. Ну и, возможно, отсутствие личной ответственности. Вот. То есть, вы не ответственны за то, что вы делаете, принимая решение, вы не берете ответственность на себя. За то, что происходит с вами. Понимаете? Это не обязательно плохо, да, это не обязательно прямо негативное что-то, но это очень важно. Вот. Так что, определитесь целями, определитесь, чего хотите, чего действительно хотите. Так вот, у вас есть к мужчине чувства, да? Как это проявляется? То есть, как проявляются чувства ваши к мужчине? Вот. Ну, конкретно. Ну, конкретно. Как они проявляются? Вот. Что вы хотите для мужчин? Именно хотите для него вы чего? Понятно, да? О чем идет речь? То есть, вот, то, что вы хотите для него, или, может быть, вы хотите для себя в его контексте, является очень важной информацией, если мы хотим разобраться с тем, что с вами происходит. Вот. Вот так можно ответить вам на ваш вопрос. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи!